Из старых бараков современные квартиры. Новое жилье получит почти 20 тысяч человек. Напомним, переселение из ветхого аварийного жилья активно началось еще в прошлом году. Насколько критичным оказалось положение некоторых домов правобережья для их владельцев, в этом году расскажет Мария Зарукина. Жидкость, вода течет, прямо ночью просыпаемся, с окна вода течет, прямо в ведро набираем воды. Постоянная влажность и сырость – не единственная проблема Зинаиды. И помимо нее, в этом старом бараке проживают около 40 человек. Всего таких домов на улице Стрелочная – около десятка. Отсутствие канализации, теплых стен и даже прочных окон стали привычной реальностью. Некоторые дома уже признаны аварийными, но люди, которые здесь живут по 15 лет, мягко сказать, устали. Водоканал, звоню, 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 важный звонок. Вы для нас важный звонок. Нажмите 1, 2, 3, 4. И вот так я очень долго, больно туда звоню. Приемов там нет, попасть невозможно. Страшная сырость вообще. Здесь как будто не живем. Почему? Ну, потому что здесь вообще ужасно. Зимой обычно бывает много, у которых вот свет не хватает. И когда вот воду замерзает, септик не работает. Ребятишки так уж выводим в те дома благоустроенные, выводим гулять. То есть дети гуляют не в своих зимах? Нет, а тут нельзя. Через помойку, железную дорогу. Конкретно вот эти несколько домов на судостроительной 27 и вон там еще чуть подальше судостроительная 25, их расселяют уже в начале следующего года. Эти дома официально признали аварийными. Да и сложно, в принципе, такое жилье признать неветким, потому что условия проживания вы видите сами. На большинстве окон нет уже давным-давно стекол, а фундамент оставляет желать лучшего. Примечательно, что сразу за этими избушками уже красуются новые высотки. Разрастается целый район. Жители современного жилья также не в восторге от так называемого частного сектора прямо под окнами. Им в свое время обещали зеленые аллеи и красивые дворы. Есть риск того, что могут поджечь. У нас же в этом году горели там жилые дома. Тоже страшно. Они как бы полуразрушены на суд. В прошлом году я наблюдала, и этим летом, как дети на всех этих постройках там лазят, потому что небезопасно. Мне как бы без разницы, просто вот им, наверное, самим там надо угрожать. Ну и эстетически, да, это не очень красиво. Проблемы красноярских переселенцев уже решают депутаты законодательного собрания «Края». В бюджете на трехлетний период заложено почти 16 миллиардов рублей на госпрограмму создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан. Из них 4 миллиарда только на следующий год. Как пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш, такая сумма должна быть значительно большим. Но вот времена сейчас не позволяют. Программа реформирования и модернизации ЖКХ примерно 10 миллиардов рублей в год. На трехлетний период это около 30. И мы полагаем, что эта сумма недостаточная. Мы будем предлагать правительству существенно увеличивать. Хотя, в общем-то, понимаем, что в нынешних экономических условиях какого-то серьезного увеличения, конечно же, не будет. Все ресурсы бюджета Красноярского края направляются на то, что необходимо сейчас в режиме, назовем прямо, войны. Помимо расселения из ветхого и аварийного жилья, средства из госпрограммы предусмотрены и на решение проблем обманутых дольщиков. Эти расходы сейчас считают самыми важными в проекте бюджета. Кроме того, уменьшать суммы, как заверили парламентарии, они не намерены. Поэтому до 2023 года ситуация с аварийным жильем в Красноярске, если и не решится полностью, то все же будут значительные улучшения.